Всем привет! Это второй выпуск на тему... Москва, метро Любино, работаем. Ну, на это у нас две причины. Во-первых, мы взяли интервью у авторов прославившегося на весь мир мема. Во-вторых, никогда, слышите, никогда не называйте уроженцев Таджикистана выходцами из Кавказа. Я выпустила про вас уже один ролик на ЛЕН-ТВ-24. Но очень сильно оговорилась, совершила ошибку, сказала, что двое кавказцев из спортивной школы ММА стали популярными на весь земной шар. И, естественно, на меня все накинулся весь интернет, все-все-все написали, что это не кавказцы, это таджики. И у меня первый вопрос, почему никогда не стоит называть, вообще путать и называть одних другими? Ну, кавказцы, это кавказцы, таджики, таджики. Правильно? Допустим, если меня назовут, например, да, там, допустим, там, чеченцам или там азербайджанцами, армиями, я на это не обижусь, допустим. То есть в этом ничего такого нету, допустим. Правильно? Это не плохой народ, чтобы, допустим, я обижался или что. Но хорошо было бы, если уточнять человек оттуда. Мне приятно, допустим, если меня представляют оттуда, где я есть. Чтобы мой народ понимал, допустим, чтобы и все люди понимали, откуда я. Ну, как тут не вспомнишь Хазбика и Абдурозика. Дагестанец Хазбулла Магомедов. Это кавказский блогер. Клубника, бомба, честно, говорю еще раз. А Абдурозик – это таджикский певец. Бахудосик, ами, бахудосик, ами. Они так похожи, но такие разные. В наших комментариях не обошлось без обобщения. Республика Таджикистан – государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира. Среди блогеров, певцов таджикского происхождения есть много громких имен. Например, королева тиктока с миллионной аудиторией Дина Саева. Вот певица с невероятным голосом и харизмой участница Евровидения Манижа. Тоже таджичка. И она даже спела об этом. Я не да славянка, я не да таджичка. И вот теперь новые герои Резван – тренеры спортивной школы в спальном районе Москвы. И его подопечный – боец-вольник Саймумин. Оба родом из Таджикистана. Ролик с надписью «Москва, метро, люблено, работаем» спародировали уже свыше 40 тысяч раз. После славы как вообще поменялось в вашей жизни? Что поменялось? После славы жизнь поменялась в плане того, что люди узнают. То, что по федеральным каналам показывают нас постоянно, почти каждый день. Там журналисты, блогеры приезжают в зал. Это все приятно, да. Метро, люблено, работаем. Ну, я, как говорится, я какой есть, такой есть. Я меняться не собираюсь. Сколько у вас уже подписчиков? Уже больше полумиллиона. Это в Титтоке? Да. И тот ролик набрал уже, короче, где-то 42 миллиона просмотров уже. Да, космические, конечно, результаты. А вы сами как думаете, что больше всего людей привлекло? Почему именно произошел такой всплеск? На самом деле некоторые люди, они движение не знают. Они знают, как оно называется. Кто дружит со смешанными единоборствами, те понимают, что это такое. А те, которые не понимают, для них это что-то новое получилось. Еще так в ритм попали под музыку, там, 50 цент и кавказская музыка. Если я не ошибаюсь, по-моему, это кабардинская музыка, по-моему. И из-за этого получилось так, что прям в точку попало. Смотрите, там в больницах МЧС, в отделениях полиции, там депутаты я видел, школьники, студенты в армии. Короче, где только, где кто работает, где кто учится, все на эту тему снимают, все снимают видео. Мне очень многие звонят и пишут на WhatsApp. Там много очень девушек пишут и как-то находят, сами зал находят и приходят в зал. У нас чисто интернационал там, если честно, в зале. Вот ко мне журналисты пришли, там спросили, земляки, допустим, я говорю, назовите любую нацию, которую вы знаете. Я, может, сразу позовусь толпы человека, и он подойдет к вам. Любую нацию там. Чеченец, Азербайджанец, Армянин, Тагистанец, Татар, Киргиз, Узбейт, Аджи, без разницы вообще. Всех объединили, я ко всем отношусь, как говорится, одинаково. Разницы нету, кто откуда. А как жизнь поменялась у сына Мина? До Нового года где-то, я думаю, он должен провести 5-6 боев. Потому что до этого у него простой был тоже. А сейчас ему отдыхать некогда уже. Я говорю, я буду интервью давать, а ты тренируйся и выигрывай. Он давно очень бойбой занимался, а потом переехал в Душанбе, переехал сюда, в Москву. То есть пришел ко мне в зал, и вот так и остался у меня. И до сих пор вот так двигаемся вместе. Молодцы, не боитесь интернета, продолжайте как-то двигаться. А почему бояться? Не бояться. Как говорится, стыдно не работать. Работать не стыдно. В интернете, я же говорю, сейчас человек может стать популярным просто один день. Поэтому нужно, каждое движение, которое делает в жизни, нужно постоянно все осознанно. То есть ко всему подойди, и тогда уже будет все нормально. Вот, допустим, у меня тоже сейчас вот везде кидают там, резван-резван, там и залы, Москва, трубьё. Ну, это нормально. Мне приятно, если честно. То, что если люди узнают меня на улице, где-то подходят, фоткаются, там, общаемся, это нормально. То есть меня узнают с хорошей стороны. И на самом деле, я бы всем родителям посоветовал, всем родителям, чтобы своих детей отдавали этот спорт. Я не говорю обязательно смешанное оборудование, там, борьбу или вода. Любой вид спорта полно. Теннис, футбол, баскетбол, там, я не знаю, плавание есть, всё, что угодно есть. То есть главное, чтобы ребёнок чем-то занимался у вас. Это самое главное. Вот такое душевное интервью получилось. Работаем, друзья. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комменты и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok